Тот человек, который брал кредит, мой знакомый, он исправно выплачивал долг перед банком. Примерно через год у него возникли затруднения. Банк подал в суд на Кочергина Юрия Александровича. И суде уже определил продать мою квартиру. Решили с тем же Кочергиным, что мы найдем деньги и погасим перед банком долг. Когда мы пришли в банк, нам сказали, что по суду между нами и банком все отношения порваны. И теперь уже только с приставами решайте вопрос. Мы буквально случайно, даже нам люди сказали, что посмотрите, что ваша квартира выставлена на торги уже. Сейчас я написал заявление, нас уже сейчас выселили с этой квартиры. Мы написали заявление, чтобы нас пустили туда, чтобы демонтировать хотя бы. Потому что это трехкомнатная. Вещи забрать можно, а демонтировать у нас стройная мебель и так далее. Устно отправляют людей. Идите и все. Вот идите. У нас задача поставить квартиру на торги и продать. А вы пойдете с ребенком на улицу, с женой. Ребенок маленький, никого не интересует. То есть у нас утрачено вообще какой-либо справедливости в отношениях между банком и гражданином, между государством и гражданином. Правосудие вообще-то принцип справедливости никто не отменял. Он заложен у нас в законодатель. В данном случае он игнорируется полностью. Если человек готов проплатить долг, то о каком вообще выставлении квартиры на торги идет речь? Мы жалобы написали супругой. Мы уже не знаем, куда писать. Мы написали и в прокуратуру Российской Федерации. Нам пришел ответ, что опять же эта жалоба передана сюда, в прокуратуру Волгоградской области. Мы написали судебным приставом Российской Федерации. Главным судебным приставом Российской Федерации. Тоже был ответ, что рассмотрение на рассмотрение опять спущено на Волгоградскую службу судебных приставов.